Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня у нас будет общее видео, в котором мы расскажем о семенах клубники, которые выращивали в этом году и которые мы приобрели на следующий год. Ну и также о тех компонентах, которые нам будут необходимы для того, чтобы вырастить крепкую и хорошую рассаду клубники. Начнем, наверное, с семян, которых мы сеяли в этом году. Вот это вот у нас идет мелкоплодная земляника. Три таких пачки. Лесная сказка. То есть это земляника мелкая. Она до 8-5 граммов. Плодоносит она весь сезон. То есть зацветает при посадке рассады в феврале. Она зацветает уже в начале июля и цветет до самых заморозков. Урожай дает постоянные, то есть постоянно и есть ягоды, и есть цветение. Вот такая вот есть лесная сказка. Это у нас красная земляника. Белоснежка. Белоплодная. Вот белоплодная земляника, она по именно граммовке она покрупнее, чем вот эти вот красные земляники. Гипоаллергенная. Ну и очень такая приятная на вкус. На упаковке указано, что она у нас идет с привкусом таким вот ананаса. Ну кто-то его чувствует, а кто-то вот его не чувствует. Поэтому здесь уже на вкус и цвет. И барон с ленмахер. Это тоже мелкоплодная земляника. Также она видит, наверное, около 5 граммов. Но также вот именно крупность земляники, она зависит очень сильно и от плодородности почвы. То есть на хорошей плодородной почве земляника на упаковке может указано, например, 5 граммов. Она будет расти и все ей 8 и 10. То есть многое зависит именно от самой почвы. Ну и конечно же от рассады, которую вы вырастите. Вот такая вот земляника мелкоплодная. Зимует очень хорошо. Усов не дает. То есть легко за ней ухаживать. Ну конечно нужно проводить своевременные подкормки. А так в принципе именно в рассаде она очень не капризная. То есть ее может вырастить абсолютно каждый. Хорошо всходит. Семян в таких упаковках обычно идет очень много. Здесь 0,4 грамма. То есть это достаточно большое количество семян. Кустов можно вырастить с одной пачки, наверное, около 40. То есть очень такая она выгодная. Но многие ее не любят из-за того, что она вот мелкая. Поэтому здесь уже как бы небольшое количество. Конечно нужно вот такой вот земляники все равно посадить. Потому что ну она тоже очень вкусная. В коктейлях различных. Да и просто даже так вот употребить ее в свежем виде. Очень хорошая земляника. Так, также расскажем вот такой вот клубники искушение. К сожалению не смогли найти вот семена. Ну а так вот именно по своим характеристикам очень хорошая клубника. Зимостойкая. То есть для Сибири очень хорошо она подходит. Единственное, немножко поздно. В первый год зацветает. Наверное, вот при посадке в феврале месяце она зацветет только в августе. Но так как она у нас хорошо зимует, она у нас перезимует. И на следующий год будет свести уже гораздо раньше. Где-то примерно с конца мая и начала июня. И также она сремонтантная. То есть полоносит без перерывов до самых заморозков. Усов. На упаковке указано, что усов она особо не дает. То есть небольшое количество усов все равно будет. Ну вот у нас с наших устиков не было ни одного уса. Поэтому на упаковке иногда может быть указано, что она безуксая. А наоборот на деле оказывается, что очень усатая. Ну вот здесь указано, что она у нас дает небольшое количество усов. Ягоды достаточно крупные. Около у нас здесь 30-35 граммов ягоды. И урожайность до 1,5 килограммов с уста. Ну опять же таки, вот именно заявленная урожайность будет таковой, если у вас будет плодородная почва. То есть клубника любит такую богатую почву на полезные все различные компоненты. Так, идем дальше. Вот такая вот земляника Женева. В этом году мы ее выращивали. Сеяли семенами. Взошло из 10 семечек всего 3 штуки. То есть всхожесть именно от сибирского сада. Покупали еще гигантеллу, королеву Лизавету. Те вообще не взошли. А вот из Женева хотя бы 3 штуки взошли. Рассада в принципе была неплохая. Кусты выросли достаточно крупные. Но единственное, они дали большое количество усов, но так и не зацвели. Поэтому будем ждать, конечно, в следующем году, чтобы они зацвели. Главное, чтобы перезимовали. Такая вот у них листва интересная. Также в этом году весной сеяли вот такую вот землянику, крупноплодный, вкус детства. Сеяли еще один гибрид. Называется он Алый Огонек, но пачка не сохранилась. Но по своему внешнему виду, по характеристикам они очень-очень похожи. То есть кусты высотой 25-30 сантиметров, усы выпускает и эти усы, они прям сразу зацветают. То есть только сформировалась вот эта розетка, уса и сразу выпускается цветонос. То есть цветение как на основном кусте, так и вот этих вот на усах. Так, урожайность 0,8-1,3 грамма. Ягоды сладкие, ароматные, плотные, 2-3 сантиметра в диаметре. Именно вот хочется отметить сладость. Ягод только начинает она розоветь и уже очень-очень такая сладкая. Те вот клубники, которые выращивают, иришка, там еще кто-то, они не такие сладкие. Вот это очень-очень сладкая клубника. Поэтому, ну, многие ее не любят из-за того, что они говорят, что она как бы так мелкая, мелковатая такая у нее ягода. Что, ну, не знаю, нам как бы, мы в первый раз посеяли, да, она зашла. Как бы кусты-то достаточно хорошие ягоды, ну, нам как бы понравилось. Может быть, конечно, много опять же таки зависит от плодородности почвы. То есть на плодородной почве, я думаю, что и эта земляника, она будет очень хорошо отдавать урожай. Потом посмотрим. Главное, чтобы она перезимовала и посмотреть, как на второй сезон она себя проявит. Потому что зацвела немножко она поздновато. Наверное, только в августе месяце. И из-за этого, конечно, ягод не так много с нее собрали. И переходим к тем семенам, которые мы будем сеять в этом году. Вот здесь вот они все распределены по своей массе. То есть вот это у нас идет самая крупная и так далее до самой мелкой. Ну, самая мелкая это 25 граммов. То есть такая тоже достаточно немелкая клубника на самом деле. Если говорить о всех семенах, например, вот седек, то характеристика примерно одинаковая. То есть они везде пишут, что она у нас практически везде зимостойкая. То, что она устойчива к основным болезням клубники. Различие в том, что масса ягод разная. И также еще один момент, это то, что либо она усатая, либо безусая. Начнем мы с Сашеньки. Самая крупная ягода. 15 семян здесь идет у нас. Ягоды до 50 граммов. Но здесь на упаковке не указано, усатая она или безусая. Но значит, скорее всего, она усатая. А с обратной нам не указывают. Кусты высотой 30 сантиметров. Достаточно она урожайная до 2 килограммов с куста. Ну, такая вполне себе хорошая клубника. Скороспелая. И плодоносит она у нас весь сезон. Дальше у нас идет клубника сладкоежка. Вот это, наверное, одна из самых популярных клубник. Многие ее выращивают и очень-очень хвалят. Тоже она очень крупная. До 50 граммов. Ну, как сказать, очень. Но для нас это достаточно крупная ягода. Конечно, у некоторых какие-то особенные гибриды, которые еще более крупные. Ну, вот урожайность до 2 килограммов. Усов у нее небольшое количество. В этом году ее выращивали под небольшое количество усов. Усы также сразу зацветают. Только вот он сформировался, и он уже начинает свисти. Хорошо она у нас плодоносит и в теплице, и в открытом грунте. Ну, вполне себе очень даже неплохая вот такая вот клубника. Земляника королевы Елизавета. Масса ягод до 50 граммов. Плодоносит как на основном кусте. Ну, и также дает небольшое количество усов, которые зацветают и также радуют нас своим урожаем. В прошлом году ее выращивали, точнее сеяли, но ничего не взошло. Поэтому в этом году меньше приобрели семян сибирского сада, так как они очень плохо всходили. Но все-таки надеемся, хоть в этом году она у нас взойдет, и хотя бы небольшое количество бы семян проросло, кустиков хотя бы 3 даже, да, уже можно с них что-то развести. Она дает усы, и в принципе можно так ее размножить. Идем дальше. Вот это розовая мечта, это новинка этого сезона. В прошлом году мы покупали клубнику иришку, и в ней вот одна семечка оказалась вот этой розовой мечты. В иришке попалась такая вот пересортица. Что хотелось о ней сказать? Очень урожайная. То есть в один момент на кусте начинает образовываться примерно 10-12 цветоносов, и, соответственно, они рано или поздно все зацветают. То есть очень обильное цветение цветет такими вот. розовыми цветами. И действительно, самая первая она зацвела, очень рано начинает плодоносить. Урожайность ее тоже очень хорошая, до 2,5 килограммов. И ягоды, то есть не сказать, что они слишком крупные, но 30-40 граммов, тоже такая неплохая масса. Усов небольшое количество, то есть примерно, наверное, 3 уса от кустика отдал, и все. Больше он не цвел, вернее, не усился, а только цвел и плодоносил. Рано начинает плодоносить, значит, гораздо лучше именно урожайность у этого кустика. Поэтому достаточно хорошая клубника, но единственное, так как это гибрид, главное, чтобы нам не попалась какая-нибудь пересортица. Это самый такой важный момент. Если попадется пересортица, тогда будут кусты совершенно различные. То есть кто-то будет большой куст, какой-то, какой-то меньше, какой-то зацветет раньше, какой-то позже. То есть если пересорт в гибриде попадается, это, конечно, не очень хорошо. Дальше у нас идет такая вот клубника. Настенька. Небольшое количество вот у нее так же усов, то есть это у нас усатая. Ягоды достаточно крупные, 20-25 граммов. 1,5-2 килограмма урожайность. Ну, опять же таки, они везде вот прописывают то, что она устойчива к основным заболеваниям клубники, к неблагоприятным погодным условиям и плодоносит до самых заморозков. То есть везде это общее такое у них, наверное, описание, что они везде это и пишут. И 15 семечек у нас идет в этой упаковке. Ранеспелая, ягоды крупные, плотные, вкусные. Ну, такая тоже достаточно хорошая клубника. Следующая у нас иришка. В этом году и выращивали. И, повторюсь, попалась пересортиться. Но, несмотря на это, очень раннее цветение. То есть, зацвела она, наверное, в конце июня. Первые самые зацвели, конечно, раньше, наверное, в начале даже июня кто-то начинает цвести. Но самый пик пришелся, конечно, на июль. Весь июль цвела и до самых заморозков. Достаточно крупные ягоды. До 25 граммов. Но, опять же-таки, какая почва, такие ягоды. Если почва будет хорошо удобренная, то, соответственно, и ягоды будут значительно крупнее. Потому что, ну, я не думаю, что не были ягоды 25 граммов. Но все 30-40 точно они были. 1,5-2 килограмма урожайность. Очень хорошо, что она у нас выдерживает заморозки. До минус 30 градусов. И переносит как жару, действительно, так и избыточное переувлажнение. Потому что какой-то период просто у нас заливали дожди. Было сначала засухо страшное, а потом начали заливать дожди. И клубника очень хорошо переносила эти неблагоприятные погодные условия. В рассаде достаточно нетребовательная всхожесть. Семян была очень хорошая. То есть, примерно 35-40 кустов у нас удалось именно вырастить вот с этой одной пачки. Пачка стоит около, наверное, 84 рублей. Граммовка здесь указана 0,09 граммов. То есть, семян достаточно такое хорошее количество. Ну, как бы за эту цену, чтобы купить, например, где-то какие-то саженцы заказать, это будет гораздо дороже. Потому что где-то на каком-то сайте смотрели один саженец вот такой вот клубники иришки стоил, наверное, 78 или 75 рублей. Это можно это все пересчитать, что достаточно выгодно выращивать так семенами, но главное, чтобы попались хорошие семена. Дальше идет у нас фреска. Вот этот кустик у нее поменьше, чем у иришки, то есть, она более компактная. Ранеспелая, жаростойкая и очень хорошо переносит заморозки. Также, то есть, зимой она должна у нас не вымерзнуть. Безусая здесь указана. На иришке тоже указано, что безусая, но была усатая. Поэтому здесь уже какое именно, что попадется. Попадется хорошие семена, будет действительно безусая, потому что за безусами, конечно, легче ухаживать. Не нужно именно заморачиваться с удалением усов. Ну, так тоже, в принципе, опять же таки, вот здесь пишут опять 1,5-2 килограмма урожайность и 18-25 граммов ягоды. Сладкие, вкусные, устойчивые к основным заболеваниям. То есть, такие общие фразы написаны, но главное, что она у нас зимостойкая, безусая и достаточно такая средняя по своей крупности. Следующая у нас тут любаша. Здесь у нас всего 10 семечек. Также она у нас безусая. И масса ягод где-то 12-25 граммов. До 25 граммов. Что у нас тут еще-то скажем? Ну, опять же таки, указано, что она у нас зимостойкая. Ну, в принципе, другую именно для Сибири мы не берем. То есть, нам нужна именно та, которая будет зимовать. Потому что, например, кто-то выращивает на канале Огородная душа, ведущая этого канала, она живет в Бурятии. И у них просто вся вот эта, что посадят они, все это вымерзает. И ничего не перезимовывает. У нас, как бы, посмотрим в этом сезоне, как несу удастся всю, чтобы вся перезимовалась. Конечно, будет просто замечательно. Плодоносит тут эта Любаша в течение трех месяцев. И опять же таки указаны ягоды крупные, сладкие, ароматные. Ну, тоже, как бы, неплохая земляника. Только она единственная и была. Вот на сайте 7 семян, которые мы заказывали. Остальные все, ну, их не было в наличии. Просто других семян от именно Аэлиты. Тоже достаточно хорошая такая вот земляника. Главное, чтобы попались хорошие семена. И еще один важный момент, конечно, это то, что нам эти семена нужно будет хорошо подготовить к посеву. Замачиваем мы их в Эпин Экстра. То есть этим мы стимулируем большую прорастаемость семян. Чтобы у нас больше семян проросло и быстрее этот процесс прошел. Буквально-таки там нужно их, наверное, на часик замочить. Я уже не помню точно. Ну, у нас есть видео, как замачивать семена. Ссылку я на него оставлю. Как именно использовать Эпин Экстра. Стимулирует наши семена, они будут лучше прорастать. Землю, грунт. Хорошо, если вы будете обрабатывать фитоспорином. Есть вот такой фитоспорин, он идет у нас в порошко. То есть это мы можем также добавить в грунт и все перемешать. Но так мы не делали в прошлом году. Разводили вот такую вот пасту. Тут все тоже указано, как ее развести. Вот такая вот паста фитоспорин. Все грибковые вот эти болезни, все вот это все у нас должно бороться. Со всеми вот этими неприятностями, которые нас могут постигнуть. Также используют вермикулит для того, чтобы разрыхлить наш грунт посадочный, чтобы у нас как можно больше кислорода, вот этого всего попадало к корням. Ну, он достаточно дешевый, в принципе, этот вермикулит, поэтому не составит, в общем, большую какую-то сумму вам потратиться, чтобы его приобрести. Можно его использовать. Тут очень много написано, как его использовать и для проращивания семян, и для, именно, засыпают тут вверх горшка, чтобы, где у нас растет, например, цветок даже домашний. Ну, это все можно почитать. Ну, главное, что для клубники он просто необходим. Без него будет очень тяжело вырастить. Также используем кокосовый субстрат, то есть составляем грунт. У нас также есть на канале, как составить грунт именно для посадки клубники. Кокосовый субстрат используем, вермикулит. Все это мы обрабатываем фитоспорином. Семена замачиваем в Эпин Экстра. И, соответственно, еще использовали мы обычный торф. То есть, именно для проращивания нам нужен стерильный такой вот, как бы в торфе у нас будет какое-то небольшое такое количество. В принципе, это хорошее количество какого-то вот именно различных компонентов, чтобы у нас рассада хорошо росла. Кокосовый субстрат он стерильный. То есть, здесь вообще ничего нету полезного, в принципе. И на первом этапе нам вот именно для проращивания вот этой рассады клубники и на первые вот эти, например, две недели нам этого хватит. То есть, клубника у нас подрастет. И потом мы просто ее рассадим по отдельным, например, стаканчикам. И уже будем использовать гораздо более плодородную почву. А на первом этапе нам достаточно кокосового субстрата и, соответственно, торфа. Все. И вермикулит добавим. В принципе, вот такой вот составим грунт. Все, обработаем фитоспорином. И посеем наши семена. В общем, такой вот ролик посвящен и семенам, и, соответственно, как нам ее, эти семена потом посадить. Посев кто-то начинает уже с начала января сеять, кто-то сеет в феврале. Но если посеять, например, в начале февраля, это крайний срок. Вот первая неделя февраля, это сам вот край. Дальше, который мы будем сеять уже позже, она будет позже у нас плодоносить. И, соответственно, нам не удастся просто собрать, скорее всего, хороший урожай клубники именно в первый год. Нужно будет надеяться уже на второй, чтобы она перезимовала и же второй год собрать. Поэтому лучше посеять, например, в конце января или, например, в середине января. Используем обязательно подсветку. Вот именно на этом этапе январь, февраль, обязательно подсветка. В марте у нас уже будет хорошо так вот светить солнышко, и, в принципе, нам этого будет достаточно. Ну, а на первом этапе обязательно использование подсветки. В принципе, это и все. Но основные такие вот моменты мы рассказали. Поэтому всем, конечно, желаем присмотреться к этим семенам, например. Может быть, кому-то, кого-то они заинтересуют, и приобретете. Кто выращивает, например, вот эти какие-то Настеньку, Иришка, Фреска, можете написать, конечно, поделиться своим опытом. Это будет очень-очень полезно. Ну, а всем тем, кому видео было полезным, понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.